Итак, друзья, всем привет! На связи я, Дмитрий, и на своем канале я продолжаю обсуждать вопросы миграционного законодательства. Вопросы, связанные с получением разрешения на временное проживание, вида на жительство и гражданство Российской Федерации. В сегодняшнем ролике мы поговорим о возможности получить российское гражданство без оснований для упрощенного получения, то есть по квоте. В Москве были объявлены новые даты приема документов на получение квоты, и на этом также остановимся. Рассмотрим весь процесс, как он происходит. Давайте начинать! Ну а перед тем, как начать, каждого из вас я призываю оформить подписку на мой канал, заранее написать комментарий и поставить лайк. Также не забывайте включать уведомления о новых предстоящих публикациях. Итак, все основания получения любого правового статуса на территории Российской Федерации делятся на упрощенный порядок получения и общий порядок получения. Говоря об упрощенном порядке, мы подразумеваем наличие оснований, дающих право получить в упрощенном порядке РВП, ЛНЖ и гражданство. В этой связи мы говорим, например, о близких родственниках, о наличии брака в РФ с гражданином РФ, о наличии полученного в Российской Федерации образования, о признании иностранца носителем русского языка, об определенной профессии, по которой трудятся иностранец и так далее и тому подобное. В случае же, если у иностранца отсутствуют какие-либо основания для упрощенного получения РВП, ВНЖ и гражданства, то у такого иностранца есть только один способ получить гражданство. И только один шаг, и единственный, который можно сделать навстречу гражданству. Этот шаг является подачей документов на получение квоты. Количество квот ежегодно распределяется правительством РФ и разница от региона к региону. В Москве выделяется наибольшее количество квот каждый год. И в Москве документы на квоту в целом принимают ежемесячно, кроме декабря. В случае одобрения квоты иностранец должен подавать документы на РВП. Сделать он это должен до конца того года, в котором ему выделили квоту. Говоря о Москве, мы говорим о том, что были объявлены новые даты приема документов на получение квоты в июле 2023 года. В июле 2023 года документы на квоту будут принимать 3, 4, 5 и 6 числа. Для подачи документов на получение квоты необходимо подготовить анкету, фотографию, желательно иметь перевод паспорта. Также, естественно, регистрация и миграционная карта. С большей вероятностью квоту получат лица, которые в большей степени соответствуют критериям для того, чтобы им одобрили квоту. Критерии получения квоты также зафиксированы в отдельном нормативно-правовом акте, он представлен здесь. Также ссылку на него можете найти в описании. Вкратце можно сказать, что вы можете посмотреть заявление на выделение квоты. И каждый пункт этого заявления, по сути, относит вас к критериям получения квоты. Отсутствие административных штрафов, либо их наличие. Отсутствие следимости, либо наличие. Наличие источника средств к существованию законного, либо его отсутствие. Наличие официальной трудовой деятельности, либо же, наоборот, ее отсутствие. Соответственно, иностранец, который в большей степени соответствует этим критериям, в большей мере может претендовать на получение квоты. Итак, если квота иностранцу одобрена, далее иностранец подает документы на РВП. После получения РВП на руки проходит 8 месяцев. Можно подавать документы на вид на жительство. Это стандартная процедура. И далее начинается самое интересное. Если раньше, после получения ВНЖ, и на данный момент можно подавать документы на признание носителем русского языка, то есть сам факт наличия ВНЖ и регистрации по месту жительства дает основания для того, чтобы обращаться в комиссию по признанию носителем русского языка, то после 26 октября 2023 года, когда в силу вступит новый закон о гражданстве, так будет делать нельзя. Соответственно, после 26 октября нужно будет 5 лет жить с ВНЖ. После 5 лет проживания в СВНЖ можно будет в общем порядке подавать документы на гражданство. Вот такая вот процедура. Итак, подытожим все. Для того, чтобы получить гражданство Российской Федерации без каких-либо оснований для упрощенного получения, то есть в общем порядке, нужно начинать с того, чтобы подавать документы на квоту. Документы на квоту, в принципе, принимают во всех регионах РФ. В каких-то регионах, как в Москве, это происходит каждый месяц. В каких-то регионах реже, в каких-то чаще, в каких-то можно подавать всегда. Это уже уточняйте у себя на местах. Однако, первый шаг, он один для всех. Подавать документы на квоту. Кстати, по административному регламенту количество подач на квоту не регламентируется. Можно подавать на протяжении одного года любое количество раз. Поэтому учитывайте, что чем чаще вы подаете, тем с большей вероятностью вы можете эту квоту получить. После получения квоты подаете документы на РВП, через 8 месяцев на ВНЖ, а потом подаете документы на гражданство. Либо через НРЯ, если у вас уже сейчас есть ВНЖ, и либо ждете 5 лет, чтобы подать документы в общем порядке. Вот, в принципе, все. Если у вас остались какие-либо вопросы по этой теме, то вы можете задать их в комментариях к этому ролику. Также напоминаю о необходимости подписки на канал и о возможности записи на мою личную индивидуальную консультацию. Если вам нужна помощь в подготовке документов на получение квоты РВП, ВНЖ, либо гражданства, то пишите мне. Мой номер для связи указан здесь. Пишите и записывайтесь. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на мой канал, писать комментарии, включать уведомления. И до скорых встреч. На связи с вами был я, Дмитрий. Всем пока.